тема нашего сегодня нашей сегодняшней встречи такой такая очень своеобразная мы хотим поговорить про санкции и действительно ли эти санкции новая реальность может это старая реальность и что же собственно в этой реальности делать у нас сегодня довольно достаточно такая репрезентативная панель получается у нас участники очень из разных сфер есть разработчики программного и аппаратного обеспечения у нас владимир простов даже понимаешь с хорошим бэкграундом регулятора до этого дмитрий гусев с хорошим таким бизнесовым бэкграундом и компании серьезные у нас есть представители ассоциации которые как бы обобщает мнение всех участников рынка и может сказать в чем там чайни иван гузев ну и представители финансовой отрасли поскольку мы все-таки как-то на апрельской сессии уральского форума уральский форум всегда позиционировался как все-таки финансовая отрасль два представителя финансовой отрасли это сергей позизин сегодня он представляет ассоциацию да ассоциацию банков россии и алексей янов который представляет страховой бизнес перед тем как начать наш разговор и каждому дать возможность высказаться я бы хотел сформулировать те условия в которых мы сейчас с вами находимся как страна как мы как находимся как отрасль информационной безопасности как финансовой отрасли и к сожалению эти условия будут действовать довольно долго первый тезис на котором я хотел бы обратить внимание это к сожалению те ограничения которые возникли в связи с санкциями это ограничение на поставку как аппаратных средств так и технологий и и все что с этим связано вторая тема которая наверное касается на первый взгляд немногих но если подумать чуть посерьезнее то касается всех эта тема связанная с ограничениями финансового характера да санкции действуют на крупные банки но это означает что расчеты то есть те та же самая оплата за товары и услуги она стала длиннее да расчеты никуда не делись они возможны и по сути отключение от свифта ни на что не влияет но цепочка движения денег стала гораздо дольше и длиннее это в свою очередь связано с первым тезисом с тезисом поставки с тезисом того что получить суда импортный товар уже становится крайне сложно и это связано с еще одним важным тезисом про который раньше мы как-то особо не думали хотя некоторые попытки у нас все-таки были скажу чуть об этом попозже третий тезис и третья ситуация в которой мы с вами находимся к сожалению те основополагающие факторы доверия в финансовой индустрии на которую как правило мы с вами опирались они перестали существовать с уходом иностранных компаний с вводом санкционного определенного давления на нашу страну ну и некоторыми другими факторами в качестве одного из таких примеров я бы привел отключение точнее ликвидация отзыв сертификатов для безопасных соединений в интернете у банков которые попали по санкции в свое время еще когда я был в центральном банке мы пытались поднять тему создания доверенной среды в интернете это было еще до 14 года и тогда нам говорили что это не актуально это неважно и на уровне государства это сделать невозможно поскольку мы приводили целый пул аргументов почему это работать не может но как показала практика когда случился отзыв сертификатов у крупнейших банков и не только у банков министерство цифрового развития сумела очень быстро эту проблему решить да она решена не полностью она требует еще там дополнительных действий и пропаганды со стороны государства для широких пользователей но тем не менее проблему попытались решить что следует из того про что я говорю первая проблема которую я хотел бы обсудить которую наверное можно решить в ближайшее время это проблема доступности отечественным банкам отечественным финансовым организациям оборудование которое обеспечивает информационную безопасность наверное про весь пул вопросов говорить я не буду но хотел бы сосредоточиться на то что обеспечивает очень важную часть обеспечивает расчеты между физическими лицами обеспечивает расчеты с помощью платежных карт и вообще платежных инструментов то есть это то оборудование которое содержит ключи шифрования или попросту хсм напомню что фактически вся инфраструктура российской федерации обеспечена двумя производителями два вендора один из которых французский но с американским капиталом второй это чисто американец и можно ожидать что имея сейчас вот те самые факторы про которые я вам говорил этого оборудования в ближайшее время просто не будет вот первый вопрос который я хотел бы обратить Владимиру Простову что как вы считаете готовы ли мы к такой ситуации и что должно быть сделано для того чтобы эту ситуацию преодолеть ну слышно меня но вопрос этот первый раз уже поднялся вот сегодня было выступлено елена мариевой надо сказать подробно об этом говорила я хочу дополнить сказать к ее выступлению свое видение и сказать проинформировать о неких сказать решениях ну скажем так вот таки предварительных решениях которые были вот буквально на днях приняты значит проблема проблема и проблема сказать модулей хсм в платежных системах те модули которые используются визе мастер карты и благополучно использует и наша сказать внутренняя платежная система НСПК с четырнадцатого года собственно говоря когда начались первые проблемы первое отключение банков я будучи тогда еще сказать сотрудником регулятора поставил задачи и и попытался простимулировать компании вендоры к разработке вот аналогов таких изделий благо уже положительный такой результат был в начале нулевых годов когда компания РЦЗИ смогла реализовать аналог Талиса 7000 и он благополучно даже использовался на некоторых участках работы Сбербанка России вот ну к этой работе приступил две компании сказать по сути дела откликнулись на призывы это компания СПБ которая по сути дела ну она является так сказать его соучределем является компанией Infotex это по сути дела тот коллектив РЦЗИ который работал в нулевых годах и компания CryptoPro значит проблема была в следующем в том что банки хотели работать и в системе Visa Mastercard и в НСПК и при этом говорили что сказать иметь отдельное оборудование для НСПК отдельное оборудование для Visa Mastercard это не очень очень неудобно это накладно поэтому вот эти годы еще параллельно всему этому решалась задача некой параллельной сертификации как и по требованиям Федеральной службы безопасности так и по требованиям PCI-HSM вот эти задачи решались до последнего времени они вроде как и решались скажем компания CryptoPro даже уже начала которая сейчас представляю даже начала взаимодействие с лабораторией PCI-ной значит был разработан технический проект который предварительно был согласован этой лаборатории мы приступили к созданию уже опытных образцов для того чтобы провести уже полумасштабную сертификацию но в связи с тем что вот вот возникла такая ситуация Visa Mastercard ушла значит Талис прекратил поставки оборудования как мы понимаем что и не факт что вообще сказать это оборудование может быть отключено в какой-то момент времени то есть вот эта задача актуализация именно сказать по разработке российских SMO для она еще поднялась еще значительно выше в настоящее время значит и центральный банк и НСПК и в общем-то банки они озаботились этой проблемой слава Богу что все-таки у нас в этом направлении работы велись вот эти годы уже были разнообразные тестирования в банках и в определенных процессингах вот но сейчас эта работа резко актуализировалась вот не далее чем как в пятницу состоялось совещание в центральном банке на котором который проводил начальник департамента Уваров вот были приглашены все основные банки России Сбербанк ВТБ Тиньков ну и так правда промсвязь банк и так далее и собственно говоря были приглашены все разработчики банковского ПО это OpenWay, Compass и так далее значит представители компании СПБ и компания CryptoPro рассказали о том в какие сроки как они могут поставлять это оборудование были приняты определенные решения потому что проводить тестирование значит Сбербанк и ВТБ будут проводить тестирование сами остальные банки делегировали эти задачи на процессинговые компании то есть вот они будут сказать определенным образом тестировать оборудование должны быть решены вопросы как это за какой счет какие средства это тестирование проводить вот и еще базовый момент это собственно говоря каким требованиям теперь это все дело должно соответствовать потому что понятно что получить сертификат PCI но собственно говоря это не представляется возможным то есть в принципе требования то можно и выполнить но получить формальную бумагу сейчас не получится в этих условиях значит центральный банк НСПК должны принять какое-то конструктивное решение которое бы позволит техническим продуктом российских вендоров использоваться использоваться вот на этих площадках значит то ли это будет какая-то самая аттестация не знаю там дальше например мы для НСПК они нас попросили провести самооценку на соответствии требованиям PCI-HSM мы ее провели у нас все соответствует по вашему мнению например достаточно будет этого или нет вот ну поэтому этот вопрос мне кажется в настоящих условиях это вопрос должен решиться положительный тем более на совещании представители центрального банка заявляли о том что это вопрос решаем вот лицензии кликались что все нормально да да но на самом деле я считаю например что в определенных условиях требования PCI они могут быть и избыточными это надо обсуждать с банком с банками ну потому что например эти требования они очень определяют жесткие значит требования к физической защите самих ХСМ модулей ну скажем все эти вопросы связанные с проникновением то есть надо ставить всевозможные там лабиринты чтобы нельзя было щупом пролезть туда внутренние отсеки которые по которым чувствительная информация циркулирует надо еще дополнительно защищать определенными кожухами что до них нельзя было добраться это в свою очередь требует дополнительной теплоотвода вентиляции и так далее нужно ли это вообще вот в нынешних условиях или не нужно потому что в принципе можно это все снять и это удешевит и банком вопрос и второе это удешевит решит позволит решать более легко вопрос всевозможного ремонта но потому что в технике в тех требованиях которые сейчас определяет PCI вообще ремонт возможен только на территории завода-изготовителя потому что корпус должен быть таков что туда его просто никакими возможностями нельзя было проникнуть через любые отверстия сказать щели в этом корпусе поэтому практически его надо делать литым вот поэтому значит вот эти вопросы должны быть решены это вопросы я считаю решаемые и должны быть решены положительные благо у нас все-таки есть требования которые разработала фсб и cb вот в двадцатом году и по функционалу и по информационной безопасности они могут являться базой для того чтобы сказать аттестовать эти сертифицировать эти изделия какие-то доработки чисто pointer по по интерфейсам то есть по системе команд но это вопрос решаемых я считаю что сказать оба вендора все эти вопросы могут благополучно решить еще важный момент для вендоров это конечно сколько собственно говоря требуется банком сейчас и в перспективе таких изделий потому что вы сами понимаете что они не изделия не дешевые поэтому хотелось бы перед тем как приступать к изготовлению каких-то серий то есть понимать какой объем этой серии это мелкая серия там средней серии не знаю вот и конечно делать перспективу на закупку соответствующего элементной базы вот пока что спасибо ну то владимир так радужно нарисовал картину что все очень готово осталось только понимаешь тестировать и сказать потребности но я в этом выступлении услышал очень важную вещь я уже говорил что к сожалению то пространство доверить и механизм доверия которые были сформированы в свое время кстати не нашими до зарубежными даже не организациями объединениями они в текущий момент перестали быть не то что актуально перестали быть достижимы для российской федерации и вот это первый момент второй момент который в конце у владимира прозвучал до нужна определенная потребность для планирования затрат вот я хотел бы обратить следующий вопрос дмитрию гусеву действительно ли вот две вот эти темы они сложно решаемы и можно ли их каким-то образом решить другим путем никуда не выходя на запад там или них на восток в какие-то другие лаборатории возможно какие другие варианты использовать и насколько сложно будет решать технические вопросы с точки зрения техники тоже касается вопрос соответствия требованиям здесь уже прозвучал такая история сам себе начнем себя проверили сам себе выпиши сертификат наверное такой крайний вариант который обсуждать не очень здорово и корректно и наверно все таки следует говорить о необходимости появления в россии какой-то национальной лаборатории более того речь об этом шла и все время когда мы еще вот в попытке импортозаместить оборудование в нспк все вместе собирались обсуждали эту проблематику говорилось необходимости появление такой лаборатории на базе какого-то государственного института и даже восход брался вроде как за эту задачу но немножко она встала на стоп и не была доведена до логического завершения но кажется именно вот это направление правильным то есть сами себе документы PCI-консул они вполне себе содержательны понятны если их досконально читать а не просто значит на них молиться то из них следует что именно владелец платежной системы определяет обязательность сертификации а никакой не PCI и вообще PCI это не государственная структура она не может требовать она может только рекомендовать да так сказать лучшие практики нарабатывать чем она и занимается не банки коллеги а именно платежная система определяет обязательность требований по сертификации я даже больше скажу это не только в PCI записано это еще и записано в требованиях банка россии и они распространяются совсем не на банке они распространяются прежде всего на платежные системы и вот в условиях когда почему я собственно говорю что вся вот эта структура доверия она резко перестала существовать условия когда крупнейшие системы ушли с рынка фактически остался одна да в виде в смысле платежной системы мир то очевидно центральному банку нужно теперь понять как реализовывать то что написано в этих же документах ну вот видится правильным опять-таки апеллирование к тому самому опыту PCI консул естественно не надо вымарывать и говорить что это там все зло и давайте от этого откажемся и будем собственную телегу строить очевидно нет да но ничего не мешает применить эти документы уже на национальном уровне и собственно с уровня центробанка как регулятора и на уровне платежной системы мира определить то саму национальную лабораторию нам в общем-то много не надо лаборатории нам достаточно будет я думаю одной на всю россию потому что и нас вендоров которые занимаются тематикой вот раз-два и обчелся но появятся еще вендоры упускающие конечные оборудования платежные терминалы им надо будет ходить туда же те же самые требования PCI ПТС и вот собственно ответ на этот вопрос и владимир уже сказал что мы как разработчики производители ХСМ готовы уже сейчас проходить соответствующую сертификацию мы собственно сейчас занимаемся пока такими частными инициативами за свой счет проходим функциональное тестирование совместимое с теми или иными платежными системами собственно с программным обеспечением платежных систем и есть уже подтверждение этому виде совместных сертификатов о пройденных испытаниях совместимости осталось только поставить точку до чтобы появилась какая-то структура которого сказал да независимая собственно от там платежной системы независимая от нас от вендора сказал бы что да проверено мин нет это действительно соответствует требованиям и PCI в том числе и ФСБ России очевидно тоже но на это нам ответ дает ФСБ и в общем-то видится что путь открыт да то есть в этом отношении никаких проблем нет тоже касается второго вопроса по доступности там по следующему обслуживанию и всем прочим эксплуатационным задачам ну тоже сегодня говорилось что во-первых есть задел есть определенное количество платформ да это то что есть он не покроет разово всех интересов всех банков российских но то что есть она уже позволяет прямо сегодня начать проводить тестирование а есть варианты удаленного подключения но по крайней мере вот наши коллеги из компании спб уже сейчас предоставляют удаленную возможность подключения к своему хсм не надо вообще никуда ходить не надо никакие железки таскать подключайся подключайся к интерфейсу хсм начинай проводить функциональное тестирование если все устраивает переходить к обсуждению варианта там закупки или там тестирование не функциональных характеристик но здесь действительно важно для нас я думаю для коллег из крипто про мы вендоры не надо нас воспринимать как какие-то большие серьезные финансовые структуры с большими собственными там запасами денег в банке до ваших банках коллеги значит из которых можем эти деньги взять потратить их на закупку большого объема комплектующих а потом придете красивые скажешь ну давайте показывать нам где у вас там на складе сто изделий лежит мы сейчас из них там выберем те которые нам больше нравятся нет коллеги так сейчас работать не будет если вам надо вы к нам приходите и заказывайте нам производство за одно количество изделий мы уже сейчас можем вам назвать совершенно конкретные сроки значит сколько штук какие сроки мы готовы произвести это не недели будут это будет месяц вот можно можно более-менее сориентировать чтобы коллеги из банков понимали если предположим они пришли к вам протестировали все замечательно они говорят да нас это устраивает то в какой временной период вы сможете удовлетворить их решением у нас есть порядка 50 экземпляров которые можем в общем-то сразу развернуть а так примерно 7 месяцев это вот такая момент а ну заказов до момента сроки возможности кожи вот коллег из СПБ то есть у них там порядка 20 платформ есть и тоже порядка 7-8 месяцев на производство новых платформ понятно то есть давайте мы теперь спросим представителя банковского сообщества насколько вот такие сроки и такие проблемы они удовлетворят то потребность которая в ближайшее время может возникнуть ну учитывая если верить нашим уважаемым разработчикам то что практически системы с точки зрения разработки готовы в основном упираются дело сертификацию и в производство то я думаю что то для большинства банков ну все таки мы как сказать люди запасливые то есть как какой-то резерв есть там ну в разных банках наверное разный и я думаю что при условии так сказать эффективного решения вот если не затягивать принятие решений по сертификации то проблема я думаю будет решена в нужный срок единственное что у меня некоторое беспокойство вызывает ну возможность производства в нужном количестве даже когда мы пройдем сертификацию потому что ведь с элементной базой у нас большие проблемы то есть эту элементную базу нужно будет еще провести завести коллеги какие у вас есть альтернативы вот вы являете вы проявляете беспокойство возможности производства а есть какой-то другой вариант не производите дальше ждать ну ждите хорошо а кто вам сказать и у нас с крипто про есть в общем другие направления деятельности мы будем там деньги заработать я я честно говоря здесь коллекта поддержу разработчиков когда в насилие это было давно в нормативной документ требования по тому чтобы появились отечественные хсм и считали этого там двадцать четвертый год действительно рассчитывали на то что ну к этому времени там постепенно все ничем произойдет но да как как сказали на другой конференции двадцать четвертый год уже наступил заранее поэтому наверно я я бы здесь как в старом анекдоте я не торгую семечками банк не выдает кредиты но у банка есть деньги у производителей все-таки есть опыт уж откуда они достанут эти комплектующие но это большому счету их проблема важно чтобы достали я тут хочу сказать что это было странное возражение на те слова которых не прозвучало никто же не говорил что теперь надо не делать или допустим ждать пока у нас возникнет своя элементная база и закрыть платежной системы таких слов не было вот ну если у нас поставщики обеспечит производство в нужном количестве то банки только будут рады и если банки закажут поставщики произведут банки закажут куда же они денутся именно нужно работать тут мне никаких сомнений нет то есть мы переходим в область экономики спрос рождает предложение то есть вопрос остается в том кто простимулирует этот спрос либо банки сами потому что через некоторое время но я кстати вот обращу внимание на слова которые сказали коллеги на поставки 7 месяцев то есть у вас у финансовых организаций реально где-то в запасе ну там пускай 9 месяцев из которых 7 это поставка разработка все остальное да либо банки формируют этот спрос либо на этот спрос начинает влиять центральный банк к сожалению не знаю есть в зале представители центрального банка или нет но я надеюсь что они прекрасно понимают что одна из задач регулятора это стимулирование того самого спроса чтобы все-таки мы а импортозаместились б мы и про заместились не просто так а в по вполне конкретной задачи если мы в это не импортозаместимся то тогда мы решимся к сожалению платежки это важно ну здесь я как бы не как лицо принимающее решение да как экспертно сказать что не думаю что у нас есть альтернатива то есть ну какое-то время пройдет и решение будет принято вот и я еще хотел обратить внимание просто пока шла дискуссия открыл последний номер журнала информационная безопасность банков и хотел обратить что там на страницах как раз есть подробная такая хорошая хорошая разносторонняя дискуссия о PCI DSS и здесь со стороны регулятора ну немножко может быть повторю но под другим углом что нужно принять действительно решение то есть или мы пытаемся создать свои стандарты аналог PCI DSS или мы так скажем им эмулируем процесс сертификации вот в рамках российской федерации то есть мы берем уже готовые стандарты и так сказать принимаем нормативные документы которые уполномочат тех или иных там допустим лицезиатов стек или каких-то других так сказать субъектов рынка проводить эту сертификацию и здесь надо еще учесть что у нас все-таки не все платежные системы покинули российскую федерацию у нас есть еще union pay вот и наверное надо вот синхронизировать требования в этой части ну я думаю это вполне так сказать реальная задача я бы хотел прокомментировать один момент хотел бы обратить внимание банков на что значит вот если брать формальное требование PCI DSS это практически требование которые в том числе сказать серьезные требования по побочки включают в себя а банки например говорят что а зачем нам побороться от бабочки у нас комка c3 достаточно и вообще бабочка не то есть вопрос для вас тоже важный потому что нужно ли в полной мере в полной мере даже как вы понимаете защиту реализовывать вот это вот сказать PCI HSM может быть все таки можно попроще вопрос попроще проблему решить потому что это это накладно это накладно реально а я наверное вопрос поставлю немножко по-другому смотрите оборудование завести будет сложно проплатить его будет сложно есть организации которые в принципе умеют с такими рисками работать и они понимают как можно здесь что-то сделать с другой стороны у нас банков ну как бы слегка больше чем пять и слава богу что их побольше чем пять и если пятерка сможет найти ресурсы для того чтобы проблемы которые мы сейчас с вами обсуждали решить зип создать там и найти варианты завоза то вот все что находится за пределами топ-30 банков для них текущие условия ставят совершенно другую задачу абсолютно другую задачу выжить в условиях когда вся инфраструктурная составляющая становится безумно дорогой и здесь мне кажется логично поговорить о том насколько возможно те решения которые мы сейчас с вами обсуждаем перенести в облачные решения первый момент и второе насколько это может быть полезно для банков и что в этих условиях должно быть сделано я наверное первый вопрос вот из этой серии отдам ивану гузеву да поскольку на площадке ассоциации финансовых технологий вопрос облачных решений и аутсорсинга как более широкого он обсуждался начну наверное там с самого начала то есть вопрос там облаков и использование облаков в финансовом сектором поднялся довольно давно еще до тех событий произошли недавно и когда этот вопрос поднимался в том числе с банком россии уже тогда было понятно что есть определенный ряд проблем определенный набор сложностей определенные барьеры которые к сожалению не позволяют финансовому сектору при учетом всех преимуществ облачных сервисов спокойно и беспроблемно мигрирует свои системы или пользоваться этими сервисами плюс ко всему прочему и эти проблемы начались решаться совместно с участниками рынка случае совместно с банком россии и последние события показали что спрос на облачные ресурсы он существенно вырос в разы и это говорят почти все провайдеры в том числе и этот спрос обусловлен и не обусловлен спрос вызывает и большой компании большое количество компаний с финансового сектора и на текущий момент возникла такая ситуация что все понимают преимущество облачных сервисов облачных технологий и аутсорсинга в целом и есть компании которые готовы предоставлять эти сервисы но есть первая проблема связанная с законодательствами связанная с доверием к этим пользователям и вторая проблема это после возникновения этих событий то что в общем-то посовщики облачных услуг это тоже некая коммерческая организация которая также в общем-то пользуется теми же оборудованиями теми же технологиями и да сейчас какой-то запас у облачных провайдеров есть и они могут оказывать услуги и готовы их оказывать при условии преодоления всех существующих барьеров но надо тоже понимать что рано или поздно это может закончиться и такая вторая проблема которая тоже вырисовывается на текущий момент а чего чего хватает чего не хватает что делать чего делать то надо чтобы банки могли спокойно использовать облака не и ничего не боятся ну если мы там отбросим сторону технические проблемы то есть ряд барьеров которые нам озвучивают банки которые есть на текущий момент первое это вопрос связан с законодательством потому что сейчас довольно неопределенная ситуация с возможностью передачи чувствительных данных в том числе банковской тайны в том числе персональных данных и это как правило является таким мощным стоп-фартером для финансовых организаций при выборе решений и при выборе того пойдут они в облака ли нет к сожалению россии на текущий момент довольно слабое регулирование провайдеров у нас нет ну или их очень мало стандартов устанавливающих требования стандарты как правило не коррелируют там с теми требованиями или нормативно правильными актами которые есть у там провайдеров регуляторов есть проблемы связанные с как раз таки доверие к поставщикам облачных услуг и звучат они от банков и от финансовых организаций таким образом что как нам можно доверять этим банкам как мы можем этим провайдером как мы можем их проверять и как на это все посмотрит регулятор если вдруг что-то произойдет и соответственно возникает последняя проблема связана краски вот с продолжением это это разграничение зоны ответственности то есть что будет если я воспользуюсь услугами облачного провайдера но случился инцидент и кто будет нести ответственность то есть либо вот эта финансовая организация либо это будет облачный провайдер и все эти проблемы в общем создают довольно большие риски для банков и они принимают решение не идти пока облачный сервис ну и делать то чего ну первый момент это изменение законодательства с точки зрения возможности передачи чувствительной информации на аутсорсинг третьим лицам соответственно при определенных условиях соблюдения безопасности второй момент создание отраслевых либо государственных стандартов в области информационной безопасности который будет распространяться на провайдеров облачных услуг и будут коррелировать всеми требованиями которые сейчас российской федерации и третий механизм это придумать некую доверенную среду аудита который позволит дать гарантии того что облачные провайдеры соответствуют всем необходимым требованиям как в общем-то самим банком так и регулятором понятно спасибо я вот так теперь хотел как раз но я бы хотел бы вот по этому поводу прокомментировать но в принципе собственно говоря вот когда мы говорим об облачных решениях вот эти требования 50 хсм они как раз естественно встают в полный рост потому что да есть мы размещаем хсм модуль управлять провайдера да то мы должны исключить возможность получения провайдером информации того или иного искать финансового учреждения то есть тогда это грубо говоря а-ля установка хсм в неконтролируемой территории примерно поэтому требования здесь требования ясное дело за расставить пися ей такие есть требования там есть вариант когда по тлс устанавливается соединение между банком и собственно говоря удаленным хсм до тлс защищенное соединение и собственно говоря вся информация которая пролетает она пролетает по шифрованному аутентифицированному каналу вот а дальше внутри хсм в принципе можно сделать несколько секций да вот для каждого финансового учреждения свой там свой лмк от вот эти вот мастер ключей из свой наборов и шифрованных пинов ну и так далее все как бы сводка для каждого будет в принципе это решение возможно да технически просто вот и вот этим решением конечно пока никто не занимался ну скажем так мне так кажется что не только компания инфотекс тоже не занималась не знаю может быть но вот но вот вот такой подход он в пися и в пися и хсм он есть есть на что скажешь инфотекс ну мне кажется мы сейчас вот имея на руках уже фактически готовое решение которое надо заносить опробировать исправлять там вывели какие-то недостатки внедрять жизнь мы сейчас вот сразу пытаемся перепрыгнуть обогнать перегнать опередить и сразу уйти в такую достаточно тяжелую техническую историю связанную созданием некого такого мега хсм который способен в одиночку обслуживает сразу десяток банков а такая многодоменная конструкция со сложной системы разграничения доступа и но я уж то я точно могу сказать что когда мы с такой штук перейдем восьмой центра фсб там такие требования запаяют к ней что проще будет купить десяток обычных и сэмов раздать не вот им банк вот смотрите я я здесь вижу не не столько перепрыгнуть сколько возможность прошли простят меня крупные банки но потренироваться на кошечках на их больших объемах на их технических возможностях отработать соответственно функционал но для еще раз говорю банки банков которые вот туда после топ 30 создавать все таки сервисные вещи сервисную модель вот готовы ли вы попробовать и же в ближайшей перспективе это сделать потому что смотрите да во первых им будет действительно сложно формировать заказ на такие устройства и их размещать и второе действительно поставка для вас наверное тоже будет иметь значение комплектующих хоть вы сами с этим разберетесь но вот это не значит что прям сейчас все бросим и побежим делать такие истории но сама по себе готовы ли вы пойти в это решение ну а потом спросим еще за одну страховой компании готовы ли они будут воспользоваться страховать такую конструкцию да и застраховать артём михалыч мне кажется что вот здесь беспокойство за значит те самые некрупные банки будем их так называть но несколько все-таки преувеличены потому что эти же банки как-то вот до недавнего момента приобретали те самые зарубежные хсм и талисы то есть они же нигде там не хостились где-то на чем-то чужом хсм то есть они планировали эти затраты те хсм о которых мы сейчас вот говорим стоимость их сравнимо зарубежными изделиями соответствующего уровня производительности где-то может быть там и дешевле то есть если мы говорим вот и действительно центробанк с восьмым центром договорятся о снижении уровня нарушителей это будут там хсм не класс к и кб класс к с3 их можно будет делать на типовом аппаратном обеспечении не реализовывать эти страсти которых владимир сказал там с лабиринтами и всяким прочим делаем это будет однозначно дешевле талис почему эти банки не смогут себе позволить приобрести такие изделия почему надо ставить вопрос о выносе значит их интерес в какие-то там супер мега защищенные блока то есть скорее надо вести речь вообще тогда здесь не хсм вот мы призвались хсм хсм ну хсм это такая специфическая штука это специально хранилище для ключей то есть это собственно там последний бастион безопасности в этом отношении наверно можно говорить о минимизации затрат на прикладные системы а давайте их в облака выносить а потому что равно все транзакции проходят через них а уж тот самый сейф с моими ключами пусть он у меня в квартире стоит я дам к нему через защищенный канальчик доступ понятно позиция понятно алексей есть что сказать я бы хотел обратить внимание на слова ивана в части того что как проконтролировать и кто в результате будет крайним потому что смотрите ну допустим все мы в одно прекрасное облако выносим все в одном центре практически форт нокс бери не хочу упрощаем вопросы до физического доступа и прямо становится лакомым кусочком вот у потребителя логичным образом будет всегда вставать вопрос дорогие коллеги потому что то поменялось у меня там что-то сломалось кто это менял вот сейчас облачный провайдер может ответить на этот вопрос реально и насколько на самом деле глубоко потому что вот просто сейчас отговариваться соком не получится потому что вопрос управления конфигурациями далеко не всегда уйдет сок события вот иван может можете ответить на этот вопрос насколько вы сейчас готовы ответить на то кто во что менял и в чьей части это было вот там несколько банков на одном хсм здесь наверное больше технический вопрос то есть безусловно да соответственно как первый технический вопрос как с точки зрения там техники разграничить этот доступ и как это делает провайдеры потому что ну сейчас практика показывает то что при выполнении там определенных наборов действий довольно большая гарантия того что а сам провайдер не попадет на ваши данные и братом при условии там реализации определенных мер и хсм и данные между там ключи не будут перемешиваться и доступ будет только у тех людей соответственно которые имеют в рамках своего тенанта это первый момент с точки зрения техники это реализуемо это можно сделать второй момент вопрос ответственности вопрос на самом деле гораздо сложнее чем технический вопрос реализации потому что он затрагивает там несколько моментов с точки зрения первое это опять-таки на уровне законодательства у нас во многим требованиям всегда ответственность лежит все-таки на клиенте да то есть на финансовой организации и это нужно менять и второй момент это пути может быть какие-то альтернативные которые сейчас в принципе и на международном опыте активно там тестируется это как правильно заметили может быть страхование этих рисков на то но соответственно на на тот уровень на то покрытие в зависимости от системы которая располагается облачных сервисов то есть два направления которые можно двигаться если с первым ну то есть сейчас более-менее все хорошо то со вторым есть езди поработать ну вот смотрите с точки зрения страхования для страховой точно также прозрачность правил игры прозрачность происходящих событий будет влиять конечном итоге и на стоимость услуг ну и собственно говоря на желание вообще покрывать такие риски согласитесь да все верно с точки зрения разграничения ответственности для того чтобы эти правила игра опять же были прозрачным да наверно как бы иметь смысл какой-то части законодательно определить но вот пока не будет прозрачности для клиента для страховой той же этот паровоз не полетит но плюс страховой это в том что страховой будет рассказать своими деньгами и аудит который она будет производить облачного провайдера будет намного серьезнее возможно да и может быть лучше чем если это будет делать сам банк и будет давать гарантии в том числе как вам так и может быть и регулятор вот если хочешь добавить добавляем по поводу дискуссии по поводу дискуссии это зал большой хотел сказать что аналогичная дискуссия у нас была 2019 году на уральском форуме когда мы рассматривали вопросы создания отечественной платформы для регуляторных надзорных технологий и тогда когда как раз я предлагал строить ее на облачных решениях что позволило бы создать ну некую так сказать точку роста для использования облачных сервисов российской банковской системе ну и тогда же так сказать вот ну мы обратили внимание что конечно с точки зрения нормативного регулирования главная проблема ну точнее главное в общем самая больная это то что у нас банковская тайна она может обрабатываться только работниками банков и вопрос соответственно тех кто тот персонал который поддерживает облачную платформу какими условиями мы должны обставить то что то сказать они не имеют доступа к этой банковской тайне понятно что здесь трактовки могут быть разными и спорить можно бесконечно и было предложение что может быть разработать панал документ по аналогии вот есть у нас рекомендации банка россии обеспечение информационной безопасности при использовании технологии виртуализации можно было бы разработать документ обеспечение информационной безопасности при использовании облачных технологий где определить как должна строиться там защита и распределение полномочий какие требования предъявлять к облаку в котором можно хранить банковскую тайну если брать не норм не связаны с нормативным регулированием а аспект связанный с ну с безопасностью то в общем я здесь не вижу проблем потому что это такие же работники айти принципе как и в банках и скажем так для централизованной крупной компании можно обеспечить безопасность я думаю не не хуже чем там в средних и мелких банках которые в общем-то там не имеют таких ресурсов как большие банки для для обеспечения защиты информации здесь есть один момент все-таки надо понимать что вот эти допустим как водится за эти главные ключи в хсм то есть это допустим там три из пяти собираются ли там пять из семи но понимаешь да что это будут сотрудники аутсорсовые компании то есть если они соберутся они главный ключ банка то сложно вот а вот тут смотреть и получит доступ ко всему поэтому значит банк то будет доверять им вот знаете я попробую немножко вмешаться в дискуссию на самом деле я соглашусь с дмитрием что действительно в облака имеет смысл выносить сервисы но весь фокус в том что криптография она не живет отдельным своей собственной жизнью она всегда вплетается в тот сервис или в ту технологию которая собственно используется она нужна для чего она нужна для того чтобы удостовериться что там сообщение от тогда от правильного человека она подписана там или она снабжена метками целостности она там метками времени снабжена то есть это часть технологий и в этом смысле отдельно живущие хсм это классно безусловно но если развивать облачную инфраструктуру сервисную как таковую то она точно совершенно не будет жить отдельно от инфраструктуры питья и она точно не будет жить отдельно от этих самых эсэмов которые обеспечивают массовые массовую работу с ключами но совершенно прав сергей в том что действительно дискуссия ведется давно и один из ключевых моментов и про это иван говорил своем выступлении это отношение банковской тайне открою там небольшую тайну в конце прошлого года этот вопрос очень сильно дискутировался центральном банке и в конечном итоге председатель поддержала идею что действительно надо вносить изменения в законодательство законодательство в несколько профильных законов чтобы возложить ответственность за банковскую тайну не только на банке или или если это например страховая тайна или там иные виды тайн финансовые деятельности в профильных законах возложить эту ответственность не только на соответственно банки страховые но и на аутсорсингового агента и на ту компанию которую собственно будет обеспечивать облачное решение аутсорсинговое да это проблема да это проблема определенная но и здесь технические варианты тоже возможны вот так скажем оппонируя владимиру можно сказать что почему бы не разделить ключи между собственно аутсорсинговым персоналом и собственно тем кто его контролирует в банке на самом деле и такой вариант это и такие варианты тоже есть если вы помните опыт свифта то ключи когда там грузится они разделены между несколькими офицерами безопасности и в банках серьезных это разделяется между безопасностью между операционным блоком и все остальное здесь можно совершать то же самое вот но остается очень важный момент про который сергей на который сергей обратил внимание и иван тоже вскользь его затронул это вопрос доверия к тому аутсорсингу к этому аутсорсингу партнеру да который это будет делать если в плане криптографии не более-менее схема понятно как этому организовывать и там и там но если по криптографии более-менее понятно как это достигать через имеющиеся механизмы сертификации то хотелось бы услышать мнение как достигать такого доверия по остальным вопросам безопасности понимая что считает что 50 сс у нас теперь все нет и почему-то кстати к сожалению никто не вспоминает про гост который центральный банк собственно двигает иван можете парус здесь есть два момента первое как я говорил что специфических требований для аутсорсеров в том числе для провайдеров влачных услуг на текущий момент нет и это первая вещь которую необходимо заняться и сделать и описать эти требования внедрить их и распространить соответственно операторов и второй важный момент нужно подумать не реализовать на пока пока наверное тут есть разные варианты все таки кто будет являться тем гарантом того что эти требования выполняются правильно и хорошо и кто будет некий гарант которому будут доверять как в общем-то сам финансовой организации так и регулятор то есть может быть это какая-то не знаю система сертификации где оператором будет являться либо регулятор либо доверенное лицо либо еще какие-то варианты но вот два момента это сами требования и некая доверенность всегда аудиторов здесь мне кажется один из вариантов рассматривать это как оператора платежной системы владельца этой облачной структуры и применять все эти требования которые применяются по гос ну то есть по документам банка россии и еще я бы добавил требования связанные с персоналом вот они у нас так не ну в общем то не регламентированы и тот момент вот который вы задавали владимир что будут ли банки доверять ну вот в чем разница у нас айтишники там айтишники наверное там единственная разница в том что своих айтишников мы сами подбираем так сказать и там изучаем их историю так сказать там нет ли так сказать правонарушений вот неснятых судимости и прочих вещей то здесь это какие-то неизвестные люди поэтому на мой взгляд если мы так сказать доверяем им критически важные для банков так сказать функции то должны предъявляться должны предъявляться и требования по подбору персонала ну вот например как свифт который вот нас недавно покинул алексей я бы напомнил что цб выпустил гост еще по управлению рисковой операционной надежности где кстати говоря ну там немножко в общих чертах то как раз про персонал тоже говорится поэтому здесь дальше вопрос собственно говоря как распространять то есть да сейчас это распространяется на финансовой организации пока вот новые госты еще ну скажем так и не апробированы на практике но в целом использовать их и ну условно говоря попробовать посмотреть как это работает и понять собственно что нужно менять в этой части ну то есть мы же не с чистого листа начинаем уже есть наработки надо их просто использовать и в смежных отраслях соответственно если мы говорим про аутсорсинг значит если вы работаете с финансовой отраслью то вы должны будете по крайней мере в той части где вы предоставляете услуги финансовой отрасли соответствовать ну по мне это ответ понятно понятно коллегия из разработки по моему вся дискуссия свелась к тому что такой оператор должен сам соответствует всем требованиям определяем к банкам и все в чем-то да то есть попытка сэкономить она здесь не пройдет и наверное сейчас уже ничего не мешает я конечно там не эксперт именно в банковских требованиях сейчас ничего не мешает нашим крупным банкам выступать в роли того того самого аутсорсера для более мелких банков ну как по аналогии с операторами связи мешает да есть держатели инфраструктуры связной а есть множество виртуальных операторов связных которые работают арендуют условно говоря у этого оператора доступ к этой инфраструктуре оказывают какие-то свои конечные там специфические сервис тут мешают тут мешает конкуренция потому что они все играют на одном и том же поле особенно если речь идет о региональном присутствии жадность никто не отменял но вот выстраивай какие-то искусственные конструкции которые потом увидел от операторы какие-то специфических требования к нему которые не ухудшат безопасности для банка значит при этом банк сэкономит сколько-то денег на обслуживание собственной инфраструктуры ну мне кажется так не получится то есть вот нельзя так вот сэкономить и на безопасности финансовое и чтоб всем было хорошо то есть где-то надо будет двигаться ну смотрите тут речь идет о компаниях которые занимаются исключительно айтишным бизнесом они они в своей жизни знают как построить соды они знают как построить доступ к этим судам из разных точек с разными вариантами хранения данных с разным вариантом использования виртуальных машин они знают как на эти соды завести разработчиков сервисов как их подружить своими со своими клиентами как клиентам это дать но они совершенно точно никогда не знают и им это не интересно как вести банковский бизнес она они готовы банковского бизнеса предоставить железяки место для хранения даже предоставить облачные какие-то абс и и такие кстати сейчас есть провайдеры но им совершенно не интересно что дальше с этим программным обеспечением и с этим софтом или с этим сервисом делает их заказчик но о чем мы говорим говорим о том что у банков которые сейчас живут на своих стендалон решениях через некоторое время вот в той новой реальности которой мы существуем не будет столько финансовых и людских возможностей поддерживать эти стендалон решения в том виде в котором они есть сейчас это объективная реальность им придется либо терять скорость бизнесе а для многих это катастрофа либо наращивать свои расходы на поддержание вот этой всей инфраструктуры причем это замечу это и люди и финансы что тоже не очень хорошо поскольку несмотря на то что все считают что банки такие жирные коты но вот действительно жирных котов у нас не так много небольшие региональные организации финансовые вообще целиком и это и банки и пенсионные и страховые они по большому счету в регионах делает очень важный дело они закрывают те ниши куда крупняк в силу определенных обстоятельств просто не идет но и их каким-то образом ну к сожалению придется поддерживать ну к сожалению здесь грустные аналогии напрашивается значит и всем нам хорошо знакомые советской передачи в мире животных мы же правда старую новую реальность и там вот всем нам известный комментатор неоднократно значит подобные истории рассматривая ну есть определенные законы да если мы оказываемся в замкнутой среде в этой замкнутой среде становится мало что кушать кому-то придется из этой среды исчезнуть опять-таки ну чисто так инженерный подход к этой всей истории но не бывает так что мы искусственно создадим какую-то историю в которой будут плодиться размножаться так не он ни одного государства не хватит средств на это я хотел бы сказать что нам на мой взгляд экономический так сказать результат экономия будет потому что стандартные плюсы которые связаны с облачными решениями это масштабирование балансировка нагрузки экономия на персонале потому что защищать 100 систем сложнее чем защищать одну большую но что препятствует это ну во первых пока нет нормативного регулирования никто не будет вкладываться в это потому что неизвестно когда она появится и появится либо вообще это раз второе то что действительно банки они же таскать конкуренты здесь появляется таскать некий конфликт интересов если мы поддерживаем систему для своих конкурентов поэтому и для банка ну даже если вот он решил вот пойти в этот бизнес как бы быть там таким честным игроком то не факт что в банке ему доверят и он может вложить деньги к нему не пойдут поэтому я думаю что все таки банки могут создавать некие свои экосистемы и может быть все таки не для банков предоставлять облачные услуги а для своей экосистемы это наверное да а вот именно для других банков ну должна быть наверное какая-то так сказать ну аналогия так сказать может быть с тем же свифт когда есть участники которые так сказать вместе несут расходы на поддержание таскать этой облачной системы но либо какой-то таскать игрок поддерживаемый таскать государством ну тот как мы предлагали таскать вот на основе системы надзорной на основе платформы надзорной который мог бы финансировать банк россии и уже это было бы точка роста для облачных сервисов уже других там которые используют банки но конечно объединение государства и банковского бизнеса про это давно говорят но мы же щетки не про только мы исключительно про информационной безопасности варя знаете мне кажется тут вот есть во всем этом рассуждении только что-то штука одно такое разумное зерно это история про попытку стандартизации определенных элементов информационных систем с тем чтобы вот и для нас те кто потом будут создавать подобные стандартизованные элементы для тех кто будет эксплуатировать сокращались издержки на бесконечном тестирование совмещение одного с другим то есть такая тема достаточно длинная исходно достаточно непростая но в конце этого пути мы получаем стандартные гайки и болты и неважно уже кто их произвел ты можешь достать из разных коробок и получить конечную конструкцию потому что даже созданная экосистема у нас есть примеры у нас у вас коллеги банк среди есть подобные примеры созданные руками ведущих российских банков но как-то тоже я не наблюдаю чтобы все туда бежали и пользовались результатами труда уважаемых коллег то есть как-то все продолжать все равно каждый свой огородик возделывать ну там малый средний бизнес отлично живет в экосистемах ну я наверное здесь тоже соглашусь потому что один из вариантов создать такую вот такую универсальную стандартную схему работы это в свое время была соответственно и спк которая как раз показала что неважно кто ушел с рынка и неважно кто ближайшее время придет но на российской федерации это все будет работать и работать как часы ну и второй пример который на мой взгляд кажется тоже крайне показательным это система передачи финансовых сообщений которые вне зависимости от размера банка дает возможность перевода средств достаточно быстро и любому собственно желающему да есть технологические там некоторые особенности но на котором имеет смысл там дальше поработать но как раз вот пример то есть стандартизации когда вынимаешь нужную гайку и она не с правой резьбой с нормальной и все хорошо я на правах ведущего наверное хотел бы поинтересоваться у зала есть ли вопросы к нашим участникам возможно что-то заинтересовало и или какой-то какую-то тему мы не успели отразить наших выступлениях у зала вопроса нет ну значит тогда я считаю что ей да вот спроси ну вот предыдущие секции я собственно проведение секции начинал с вопроса а если у нас зале собственно представители банков 1 2 3 не густо да есть 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 уже уже не зря уже не зря коллеги но тогда еще раз на правах ведущего я наверное сейчас попрошу каждого из наших участников сказать ну такое краткое резюме по той тематике которую мы с вами сегодня обсудили да то есть вот из того что мы видим в чем-то самая новая реальность или она все-таки старая и мы живем старой парадигме и что же делать начнем наверное с ивана я на это как продолжаю вопрос облачных сервисов скажу что безусловно если мы закроем те вопросы которые сейчас то это такое хорошее подспорье хорошая альтернатива для того чтобы помочь финансовому сектору развиваться дальше и предлагать более там современный цифровой сервис соответственно эта работа должна быть наверное такая совместная то есть как сами финансовые организации так и регулятор должен поучаствовать в этом процессе чтобы создать эти механизмы которые позволят помогать облачным сервисом двигать цифровизацию финансовой отрасли вперед и преодолевать те сложности которые у нас возникли в новой реальности что касается облачных сервисов то понятно что надо поддерживать их как с точки зрения может быть там налоговых льгот их созданием обеспечить ясное нормативное регулирование потому что как я уже сказал пока нет нормативного регулирования никто так сказать частные свои деньги вкладывать не будет и пожалуй это нужно было делать там года три-четыре назад когда уже было ясно что компании в том числе и банки они идут в облака и получалось что то сказать что предложение со стороны российских ну я не беру там где банковская тайна обрабатывается там где персональные данные там сапа всем известный тестирование разработка все шло в облака причем в облака иностранные мы же так сказать в это время ну в общем то было же очевидно что в случае какого-то форс-мажора нас просто отключат от этих облачных платформ и все но у нас и свои есть облака не надо но свои к сожалению они по ценовым так сказать характеристикам не устраивали и по функционалу поэтому многие компании так сказать там в том числе и банки они оказались так сказать завязаны на облачные структуры иностранные ну и кроме того так сказать вот важный аспект ну поскольку мы здесь все-таки немножко шире хотели так понимаю посмотреть не только с облаками но и вообще с критическими моментами которые у нас возникли вот в связи с событиями 24 февраля что у нас есть проблемы по целому спектру программного обеспечения но прежде всего так системному так сказать с опыт операционные системы системы разработки и нужно эти вопросы в общем-то срочно решать потому что ну какое-то время банки могут работать без обновлений но это не бесконечный период и в этом плане необходимо предпринимать усилия так сказать чтобы создать аналоги то есть предоставить создать облачные платформы или среды для разработки ну того же так сказать программного обеспечения с открытым кодом от которых вот нас от гитхаба сейчас отключают чтобы мы могли создавать не просто так сказать проприоритарные попытки создать там операционные системы хотя они у нас опять же на так сказать на ядре линукса но именно возглавить эти процессы чтобы программисты российские могли работать на этих платформах и по возможности и зарубежные потому что в общем то не только мы рискуем остаться так сказать отключенными так сказать вот западных производителей то есть желательно вот ну коли у нас это все уже произошло именно вот вложиться в этот процесс и его попытаться возглавить потому что но от облачных ресурсов в том числе и связанных с разработкой с открытым по мы сейчас оказались отрезаны спасибо я хотел продолжить поднятую историю с облаками как не только историю которому-то сегодня рассматривали в контексте хэсэмов платежных сервисов и систем на действительно безопасность в целом естественно гораздо шире и если говорить о том что есть уже сейчас чем можно пользоваться но у нас всех вендоров есть практически в полном объеме наши продукты но виртуализованном исполнении их можно точно также брать уже сейчас и то что раньше в основном рассматривалась потребителями заказчиками как некое средство для тестирования первичного продукта перед его приобретением перед покупкой программ аппаратного комплекса на сейчас в условиях дефицита аппаратных платформ мы видим что действительно интерес потребителей к виртуализованным решением сильно вырос и наверное это вот такой тренд ближайшего времени краткой среднесрочной перспективы пока не наладится новые логистические цепочки пока мы не договоримся с китаем значит а поставку нового оборудования и выстроиться все эти истории надо естественно смотреть на вот эти виртуализованные конструкции межсетевые экраны там системы обнаружения вторжения и так далее так далее виртуализованным исполнением то что можно здесь и сейчас запустить на существующем железе то что касается вопросов связанных с облаками ну вообще такая очень большая история надо исходно просто понимать что облака все таки не техническая концепция исходно сугубо экономическая и родилась как способ сэкономить но этот способ работает когда у тебя есть фактически неограниченный доступ опять-таки к тому самому железу к вычислительным мощностям когда есть возможность перекидывать значит исполнение тех или иных задач и процессов между этими мощностями и как вот это все дело реализовать в рамках одной стороны пока что как-то плохо все это несколько выглядит поэтому смотреть на эту историю тогда с таким со здравым цинизмом чего сейчас пока что нам не хватает что у нас будет тормозить том числе и применение виртуализованных решений конечных это недостаток российских систем виртуализации в должной степени развитых до которые могли бы заменять собой ушедших с российского рынка зарубежных вендоров вот здесь действительно есть целый пласт еще технических нерешенных задач но могу сказать что ну из нашего опыта из опыта компании infotex российские немногочисленные но слава богу они есть разработчики систем виртуализации сейчас очень активно пытаются тоже вот свою задачу импортозамещение реализовать идут активные тестирование идет взаимодействие с регуляторами там со стеком с фсб в области требования безопасности к этим системам с тем чтобы текущие достижим уровень а минимальные мог бы перерасти в более высокие уровни и мы действительно могли бы говорить о том что российские виртуализованные средства безопасности работающие на российских системах виртуализации совместно дают достаточно высокий уровень безопасности с тем чтобы их можно было применять в инфраструктуре заказчика на каком-то типовом аппаратном обеспечении не специализированным и это тоже с нашей точки зрения достаточно хороший путь к уходу вот от этих рисков отсутствия там возможности купить специальную какую-то железку с высоким уровнем там или превратить типовую платформу специализированную но вот мы сейчас к этому постепенно идем поэтому нам кажется что варианты развития ситуации есть и для развития ситуации здесь и сейчас да вот чем можно заткнуть текущие там проблемы мы понимаем и предлагаем как нам кажется вполне внятный путь движения вперед и с теми же самыми хсм здесь очень важно понимать что вот то что мы начали наш диалог там про девять месяцев коллеги нет этих девяти месяцев по одной простой причине что не мы не коллеги не ведем речи о том что берите наших и сэм вставляйте свои системы и сразу все заработает у нас уверяем что сразу все не заработает потому что у банков опять таки из нашего опыта все достаточно сильно специфично и те самые хсм и того самого талиса по крайней под крупные банки продавались всегда индивидуально с докруткой определенных функций некоторые функции до того докручивали что со сцены значит куда они докручивались лучше даже не произносить но поверьте если такие не очень хорошие варианты с точки зрения безопасности поэтому начинать надо уже сейчас начинает надо с тестирования и тогда через 9 месяцев так когда эти ящики будут произведены в достаточном количестве опять-таки да если будет соответствующий заказ есть вероятность что эти ящики начнут эффективно работать ваших системах спасибо вот любопытно я из нескольких выступлений собрал то что мы ждем пока что-нибудь скажет регулятор не то чтобы ребят давайте соберемся договоримся вот коллеги говорят что им для того чтобы определить ну и посчитать конечном итоге стоимость производства нужно понимать объем как этот объем узнать кто регулятор будет ходить собирается ребят вам нужен хсм и объем это в общем-то посчитаны и даже сколько это стоит уже посчитано хорошо как у коллег мы только ждем чтобы кто-то пришел сказал мы готовы разместить у вас заказ вот вам вопрос у кого яйти да ну вот по крайней мере два вендора уже есть это уже не монополь да любопытно когда что будет распределение как посчитали между этим ну да ладно о чем я хочу сказать это то что сейчас у нас есть шанс этой ситуации реально воспользоваться и вообще научиться договариваться как между собой так и между потребителем производителем вот мне не очень понравился момент когда начали говорит ребята куда вы денетесь и ну иначе естественно отбор как бы и с вами все будет понятно ну с одной стороны да естественно отбор никто не отменял с другой стороны а зачем драться то ну может все таки как это договориться попытаемся и вот мне кажется у нас сейчас время такое в которое мы должны научиться договариваться и вместе будет проще выжить чем пытается между собой там каждый свой огородик копать большой огород проще всеми вместе окучить чем каждый свой будет окапывать это первый момент второй мне кажется большая проблема в людях даже не с точки зрения там стандартизации вопрос о том о чем люди думают и это очень сильно влияет в конечном итоге на безопасность это каким образом люди реагируют в некоторых моментах неадекватно это очень сложно поймать здесь вопрос о том что давайте там отдадим аутсорсинг ведем на это правило каким образом их отбирать проблема сложнее за людьми нужно будет все время даже не то что за людьми друг за другом нужно вообще присматривать там все нормально соседом и это тоже вопрос про кооперацию нужно научиться друг с другом хорошо жить а не воевать в общем давайте жить дружно спасибо ну я хотел бы опять вернуться к сказать крысымом я считаю вот все таки в этой ситуации стратегически стратегически все таки центральный банк регулятор фсб выстроили правильно позицию стратегически сказать оценивали что могут сложиться всякие самые казалось бы невозможные ситуации и в общем я считаю по большому счету мы по крайней мере в это направлении оказались готовы мы в общем то работали вот эти восемь лет создали большое количество документов да мы создали рабочую группу мы создали требования то есть работа была проведена не мне мне было ничего не оставлено сказать стороне и в общем то по сравнению скажем так что может быть другими отраслями но более-менее мы слава богу я считаю в этом направлении готовы тем вызовом которые сейчас перед нами стоят спасибо большое коллеги ну на правах ведущего я хотел бы сказать спасибо большое нашим зрителям что досидели до самого нашего конца спасибо большое участникам за такую непростую но действительно дискуссию мы обсудили очень разные варианты нашей новой но к сожалению старой реальности потому что мы по сути все это проходили еще во времена советского союза и некоторые уроки нам неплохо было бы еще извлечь оттуда но завершая наше с вами общение я все-таки хотел сказать что вот алексей сформулировал очень правильно ребята давайте жить дружно и тогда никакие санкции нам не страшны спасибо